Всем привет! Сегодняшнее мое видео будет посвящено узлам, а точнее одному узлу, который служит для того, чтобы привязывать основную леску, ну в данном случае плетенку, к флюрокарбону. И буду этот узел я делать с помощью вот этих вот инструментов. Но прежде чем начать, небольшое лирическое отступление. Привязывать флюр к плетне, да еще с помощью инструментов, на какой фиг это надо, спросите вы меня и будете совершенно правы. Но инструменты эти здесь лежат не для того, чтобы что-то усложнить, а наоборот для того, чтобы облегчить и увеличить скорость, соответственно, привязывания флюра к основной вашей леске или плетне. В основе этого способа лежит способ, подсмотренный мной у компании Diva. Может быть кто-то из вас в курсе, но Diva, она выпустила специальное приспособление еще пару лет назад, которое называется Diva Sukhoi Tu. И вот с помощью этого достаточно нехитрого приспособления очень легко привязывается флюрокарбон к плетенке. Но, все бы хорошо, можно было бы смело брать это приспособление, если бы не его дороговизна. Она, по-моему, до кризиса стоила 600 рублей, что, в общем-то, тоже недешево для обычной пластиковой ручки с крючочком. А сейчас, по-моему, стоит в районе 1200-1600, ну совершенно каких-то нездоровых денег. Собственно, вообще, вот, как бы, люди быстро смекнули, что очень легко переделать обычную авторучку, вставить туда трубку, вставить туда крючок, спицу или какой-то, каким-то, просто самому загнуть из проволоки. И, в общем-то, повторить вот это вот приспособление Diva буквально там, собрав на коленки и потратив на это 200 рублей. Я тоже хотел так сделать, но я ленивый, поэтому я пошел немножко дальше. И поэтому вы видите здесь вот эти два инструмента. Каждый из них делает то же самое. Я не буду использовать их вместе, я их просто специально взял. Показать, как можно вот этот вот узел, который является очень даже неплохим. И, кстати, по-моему, называется Seagur Knot. Его можно и руками связать, но это достаточно, как бы, долгий процесс. Но с помощью вот этих штук, по отдельности в каждой, он вяжется очень быстро и хорошо. И сейчас я покажу вам сначала с помощью вот этой штуки, как я вяжу этот узел, и потом с помощью вот этих вот маленьких плоскогубиц или, не знаю, как их там правильно назвать, пассатижиков. В качестве первого инструмента, да, и для демонстрации метода в целом, я выбрал вот такую штуку. Называется он, кажется, петлеуловитель или как-то так. Продается в магазинах для рукоделия. Стоит порядка 90-120 рублей. Сейчас с помощью него как раз покажу, как этот узел вяжется, а потом уже к плоскогубцам перейду. Это у меня основная леска для удобства. Я просто отрезал вот такой небольшой отрезок флюрокарбона, который, соответственно, и будет поводком. Как это все дело вязать? Первое, что мы делаем, это формируем из основной плетенки и флюрокарбонового поводка вот такую вот петелечку. Все. Этой петельки достаточно, чтобы при помощи этого прибора создать хороший узел. Делается это следующим образом. На него наматывается несколько оборотов вот эта вот конструкция и продевается через петлю. Но лучше один раз увидеть. Достаточно пяти оборотов вполне. Ну, кому больше, делайте больше. Теперь та ветка, где плетенка у нас и поводок оканчивается, заводится в плетню. И теперь таким вот, оп, нехитрым образом все это дело продевается через петельку. Все. Получается очень хороший и прочный узел. Насколько он прочный и хороший в интернете, можете почитать. Ну, и, соответственно, это все затягивается. Я не буду сейчас затягивать, потому что смысла в этом нет. Но, действительно, то, что получается очень быстро, гладко и, ну, я же иду, тут петелька сформировалась, но затягивать сейчас не буду. И очень быстро, гладко и хороший получается с помощью этого способа узел, который легко проходит через кольца. Теперь давайте я покажу то же самое, только с помощью, как я делаю, плоскогубцев. Там еще даже проще получается. Теперь то же самое, только при помощи плоскогубцев. Я для наглядности взял основную леску, пусть будет вот эта вот толстая зеленая плетеночка. И, соответственно, как имитацию флюрокарбонового поводка, вот эта вот розовая плетеночка. Я сделал это, естественно, для того, чтобы на видео просто было это лучше видно. Я не знаю, как предыдущий фрагмент получился, но думаю, что флюр, даже вот 8-килограммовый, не сильно заметен. Но сейчас, надеюсь, будет более наглядно. Все то же самое, формируется петля, флюр и основная плетенка. Напомню, розовый флюр, зеленая это основная плетенка. Берутся вот такие плоскогубцы с длинными плоскими носиками, которые всегда удобно носить с собой на рыбалку. И вообще они должны быть, я считаю. То же самое, формируется вот такая вот косичка. И теперь только вместо петли, я же говорю, мне ими даже пользоваться удобнее. Я ловлю окончания флюра и лески, и плетенки, соответственно, и протягиваю их в основную петельку. Вот что получилось. То есть вот такой узелок, он, соответственно, затягивается. Формируется хороший такой гладенький узел. И, в общем-то, который не вызывает проблем при забросе и вообще очень нравится. И самое главное, что делается он очень быстро, буквально за секунды. Ну и как заключение. Способ, который я сегодня вам показал, на данный момент является для меня основным. То есть я вот весь этот сезон я бросил вязать узлы руками и вяжу только с помощью этих инструментов. У меня почему вообще я их два показал? Во-первых, для того, чтобы было понятно, что его можно вязать разными способами. Возможно, кто-то из вас придумает еще какой-то свой способ, может быть, еще проще, который делается. Но, тем не менее, лежат эти инструменты у меня в разных сумках. И, в общем-то, не знаю, в любой момент я могу с помощью них связать этот узел достаточно быстро. Стоимость этих инструментов порядка 150 рублей. Ну и это от 100 там, да, тоже до 150. То есть легко может себе позволить любой спиннингист и облегчить себе жизнь в плане именно, чтобы не морочиться, не тратить время на рыбалки, на узлы, а быстро и хорошо их привязывать. Надеюсь, что это видео оказалось вам полезным. Если это действительно так, поделитесь с ним своими друзьями-спиннингистами. Ну, а в остальном все как всегда. Комментируем. Лайки, дизлайки. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok